Возможно ли добиться оправдательного приговора и полной реабилитации? Оправдательный приговор это гигантский скандал. Это большие проблемы для самого судьи. Я потерял все. Жену, сын, отца. Как будто у нас не может быть ошибок. Как будто у нас не может быть незаконно осужденных. Приходите, когда оживете. Жители страны случайно узнают, что по документам мертвы. Как такое возможно и кто должен ответить за чудовищную ошибку? Мой папа говорил, что это не он. На что по-толго-на-то вам тогда сказал, ну у меня другого трупа нет. Вот здесь все бирочки, все написано, все, типа, соответствует. Когда человека признают умершим, вместо него хоронят кого-то другого и представить себе страдание семьи очень сложно. На вопрос, как так оказалось, что клиент мертв, ответа мы не получили. Помогает ли огласка и общественный резонанс добиться справедливости в частных историях? Прошло сутки от момента его опубликования, его так называемой акции до заведения дела. Я думаю, что это вряд ли спадет. Ну мыслимое дело. Антифашистская статья. Я говорю, сынок, не волнуйся, все будет хорошо. Полное лишение, по сути, возможности дальше существовать в профессии, которую ты отдал полжизни. В материалах дела видно, что поступил некий донос. Меньше половины процента именно столько оправдательных решений выносят российские суды. А после срока такие решения практически не пересматриваются. Но есть прецедент. Пенсионер из УФИ 62 года доказывает свою невиновность, 15 из которых отсидел за решеткой. Он требует оправдать и полностью реабилитировать за покушение на убийство девушек, которое не совершал. Если ему удастся, эта история может подтолкнуть судебную систему к изменениям. Я сегодня вынужден объявлять голодовку. Никто не принимает. Умру я вот здесь. Вы ждете моей смерти? Тогда я умру здесь. С такими лозунгами три года назад к зданию прокуратуры Башкирии вышел пенсионер Фаткулай Схаков. Точнее подъехал. Все эти кричащие надписи он разместил на своем стареньком автомобиле. Больше 62 лет он добивается оправдательного приговора за преступление, которое не совершал. Его обвинили в покушении на убийство двух девушек. Меня били, заставляли подписывать протокол. Я не подписывал, выдержал. По словам Фаткулай Бадрединовича, его оклеветали. Исхакова, которому на тот момент был 21 год, посадили на 15 лет. С первого дня заключения Фаткула стал писать прошение об отмене приговора. Но в ответ получал лишь отписки, типа «Приговор вынесен верно». Настолько было это сфабриковано, любой простой человек, просчитав, должен был понять, что это преступление не я совершил. Я всегда ждал, я ответы положительные, разберутся. За это время умерла беременная жена вместе с нерожденным ребенком. Мать, а слеп отец. Ужасно это, понимаете? Я потерял все. Фаткулат сидел положенный срок, а когда вышел, решил продолжить борьбу, очистить свое имя и добиться полной реабилитации. Но даже показания свидетелей, признавших, что оговорили Исхакова, новые данные судебно-медицинской экспертизы, не смогли побудить следственные органы возобновить дело. Им сверху даны указания негласные, не допустить дело до суда. Вот такое хамство, такое преступное отношение к человеку, сидят в мертвой души. Не помогло даже то, что в 2012 году объявился и признался в содеянном настоящий преступник. Им оказался односельчанин Фаткулы. Мужчина не выдержал мук совести, даже извинился перед Исхаковым, но годы за решеткой не вернуть. Явка же с повинной, явка повинной, кто преступление сделал, вот тут все пишет, все, я сделал. Я вот из-за ревни это преступление сделал. Марьян со мной не хотел дружить, я предложение сделал замуж, она отказывался. Она дружила гармонистом Равилем. Решил, что ее лицо испортит, чтобы с ним больше никто не гулял замуж, никому не выходил. Только в 2016 году в невиновность пенсионера поверил юрист Виталий Буркин. Изучил материалы с 60-летней давности и пришел к выводу, что дело сфабриковано, причем очень топорно и в буквальном смысле топором. Именно этот предмет фигурирует как орудие покушения. Судом были проигнорированы прямые доказательства того, что удары не наносились топором. Раны были характерны для лезвия, для порезов лезвия. И очень важная деталь, потерпевшие не проснулись после этих ранений. Они уже проснулись от того, что текла кровь. Много вопросов у Буркина и к оперативной работе по делу. Приговор обоснован в том числе поведением розыскной собаки, которая якобы по следам преступника прибежала из дома потерпевшего в дом Исхакова. Но дело в том, что было установлено, что потерпевшая после того, как обнаружила у себя раны, побежала за помощью в дом Исхакова. То есть собака пришла по следам потерпевшей. Потерпевшие свидетели по этому делу отказались встретиться с нашей съемочной группой. По словам адвоката Буркина, они заложники несправедливого приговора и уже не хотят огласки. Все эти годы Фаткулу поддерживала новая жена Аниса. Сейчас, увы, она в тяжелом состоянии, не встает с кровати. Пенсионер трепетно ухаживает за супругой. Ложусь спать и у меня опять вот это все в голове крутится, крутится. Ведь все доказательства полностью я опровергал. Исхаков обратился в Конституционный суд. Лишь в декабре 2021 года получил решение о необходимости пересмотра дела. И этот факт вызывает удивление даже у опытных правозащитников. Подобных же дел, когда человек был осужден, по сути, давным-давно, он прошел все инстанции в суде и был уже оправдан спустя много лет, таких случаев просто нет. Мне, по крайней мере, о них вообще ничего не известно. Конституционный суд у нас признал, что для того, чтобы отменить приговор по вновь открывшимся обстоятельствам, решение прокурора больше не требуется. Это очень важное решение, потому как оно уникально. И теперь будет легче отменять приговоры по вновь открывшимся обстоятельствам. Дело передали в Президиум Верховного Суда России. Только он может отменить приговор 60-летней давности. Этот материал мы снимали почти полгода. Ждали, когда суд определится с датой. В итоге ее назначили на конец апреля 2022 года. Мы снова отправились в Уфу. Но накануне долгожданное заседание перенесли на неопределенный срок с формулировкой по независимым от суда причинам. Сегодня должна была рассмотреть день. Я не спал. Вы это поймите, как... Это нашел мне в сердце, что ударили, чем психологическое воздействие. Активная среда будет следить за развитием истории. Если Фаткулу все же реабилитируют, он сможет обратиться в суд по месту жительства о взыскании компенсации за годы жизни в тюрьме и за более чем полвека поисков правды. Заседание было отложено ввиду, как нам сообщили, болезни одного из судей. Мы ожидаем отмены приговора с дальнейшей реабилитацией Исхаков. Но прямо такого, как Исхаков, ну, конечно, наверное, быть не может, потому что этот человек просто фантастической воли и характера. Я буду бороться до смерти. Я прошел такой ад, что они не должны сформировать моей смерти. Я переживу их, по-моему, все. Я не умру, пока меня это не восстанавливает. А ведь могли и казнить. С начала 60-х и до конца 80-х годов в Советском Союзе из-за более мелких преступлений могли назначить высшую меру наказания. По некоторым данным, за тот период вынесли больше 24 тысяч смертных приговоров. А с того света, согласитесь, уже было бы невозможно доказать свою невиновность и добиться полной реабилитации. За каждый год безосновательного удержания под стражей присуждают миллион рублей. И если из хаков решится подать иск, сумма точно будет немаленькая. А вот герои наших следующих историй не всегда могут доказать свою правоту. Они числятся в списках мертвых душ по документам. Что это? Ошибка системы, безалаберность чиновников или злой умысел? Живые граждане узнают о своей смерти, когда перестают получать пенсию, их не берут на работу или, как жителю Железногорска, отказывают в ипотеке. Александр Генеборг мечтал об уютной квартире для семьи, а попал в бюрократический круговорот, чтобы разобраться, кто отправил его в список умерших. Оказалось, произошел технический сбой в банке. Без суда и вмешательства прокуратуры удалось перепроверить информацию в госорганах. И уже через пару недель семья оформила ипотеку в другом месте. В этой истории разобрались быстро. А вот бывший полицейский из Пермского края узнал, что больше не имеет права на пенсию по инвалидности из-за смерти. Его лишили основного дохода в 14 тысяч рублей. Это Александр Трожков узнал на кассе в магазине, когда не смог расплатиться за покупку. Вместе с женой они обратились в банк, а там ответили – клиент мертв. Дело в том, что с этой пенсии у него вычитают еще алименты на двоих несовершеннолетних детей. То есть поэтому они также лишились этих денег. После поднятой в интернете шумихи оказалось, что умер на самом деле однофамилец. Вину за несвоевременную выплату в пенсионном фонде признали. И только. А ответственность за страдания клиента нет. Сейчас Трожковы подготовили документы в суд на возмещение морального ущерба в 100 тысяч рублей. Сказали, что сотрудник, который понес эту ошибку, был дисциплинырно наказан. Ну то есть этим самым они признали свою вину. Здесь нужно, наверное, это больше доказательственная проблема, доказать, почему именно такой объем, почему такие суммы запрашиваются, да, из сомна на возмещение. Именной венок, крест с табличкой на могиле, прощание с родственниками, собственные похороны пережил 79-летний житель Солнечногорска в 2021 году. Точнее, он даже не знал о том, что его гроб закапывают близкие, и продолжал спокойно принимать лекарства на больничной койке после инсульта. Пенсионеры из Подмосковья объявили мертвым сотрудники больниц. Мы находимся на кладбище в городе Долгопрудный. Здесь похоронен Васильев Григорий Михайлович, 79 лет. Я проснулась от маминых криков, от того, что... Потому что это было 7 утра, и она в истерике просто прибежала ко мне и сказала, что всё, почему папы больше нет. Очень тяжело, конечно. Позвонили из больницы и попросили забрать тело. Уже на месте родные не сразу поверили, что это их дедушка. Мама мне написала, что авария – это жуть, он на себя совершенно не похож. Мой папа говорил, что это не он, на что патологоанатом тогда сказал, ну, у меня другого трупа нет, вот здесь все бирочки, всё написано, всё, типа, соответствует. Изменения патологоанатом объяснил так. После инсульта, кровоизлияния в мозг и вскрытие люди иногда меняются до неузнаваемости. А главное, документы ведь подтверждают факт смерти. Дети почившего Григория Васильева организовали похороны, позвали всех родственников. Потом поехали на поминки в Зеленоград, в Зеленограде помянули. Всё прошло по традициям, так сказать. А через пару дней дедушка ожил. Они нам прислали в подтверждение фотографию, что это он. Мы начали разбираться. Родственники того мужчины, с которым его перепутали, который на самом деле умер, им сказали, что... позвонили, сказали, что лечение окончено, вы можете приезжать и забирать своего родственника. Они приехали и на каталочке им возят его дедушку. Они говорят, это не наш. Как это ваш? Мы сейчас будем прокуратуру вызывать. Оказалось, что в палате неврологического отделения лежали два пенсионера, у которых были сложностью с речью после инсульта. По какой-то причине медсёстры поменяли их местами, а документы нет. Ну, он нас узнал, он заплакал. Ну, вообще было, конечно, тяжёлое такое. Ну, это и приятный, и тяжёлый момент. Бабушка сказала, что вот ты думал, от меня свинтишь, короче. Нет, говорит, никуда ты от меня не денешься. Вот, и я тебе, говорит, всё равно достану. Бабушка, ну, конечно, она была рада. Отправить человека на тот свет легко, а доказать, что он жив, уже не так просто. У нас в стране, если вдруг вас признают мёртвым, а вы не умерли, есть три способа, как вы можете восстановиться обратно в живых. Это либо вы сами идёте в суд и говорите, я живой, восстановите меня, и там проходит судебное разбирательство. Либо больница, либо прокурор. По свидетельству о смерти дедушку даже не могли выписать из больницы. Документы восстанавливали через суд. Заведено уголовное дело по статье «Халатность». И оно сейчас всё ещё продолжается, и, к сожалению, его пытаются закрыть. Сейчас первоначальная, конечно, задача идёт именно уголовное дело довести, чтобы, ну, как бы, виновные хоть кого-то наказать, именно в плане ответа, чтобы люди ответили за эту ошибку. Вот дедушка, фотография сделана, например, на неделю назад. Улыбается даже. Это небольшое видео, где он занимается терапевтом. Он потихонечку ходит. Ну, сильно далеко он не может уйти. Не важно, как человека признали мёртвым. В любом таком случае придётся доказать, что он жив. Зачастую это возможно лишь через суд. Кстати, узнать свой статус и понять, к какому миру вас отнесла бюрократическая машина, можно в ЗАГСе или МФЦ. Конечно, по закону можно рассчитывать на компенсацию. Сумма зависит от мастерства юриста. Упростить процесс помогло бы страхование профессиональной ответственности, например, от врачебной ошибки. Дело в том, что такое страхование давно существует. Это страхование позволяет возместить ущерб, который своими действиями врач нанёс пациенту. Во всём мире врачи страхуют свою ответственность. А за рубежом даже не только врачи, но и медсёстры. Под страховой случай попадает всё. Неправильный диагноз врача, судебная ошибка. И даже опечатка, из-за которой человека признали умершим. Как ОСАГО. С ОСАГО знакомы сейчас большая часть нашего населения. Только вместо водителя здесь врач. И вместо автомобиля услуги врача, где он может совершить ошибку. К сожалению, в нашей стране не принято страховать возможные профессиональные ошибки, как и внезапное получение низкого дохода. 14 600 рублей заплатили жителю Курской области Александру Мамкину, кандидату педагогических наук, победителю всероссийских конкурсов. И эта сумма ниже средних показателей по региону. Оскорблённый педагог решил устроить перформанс. Стал выкладывать в сеть то, как он выживает на честно заработанные деньги. Это понравилось не всем. И на Александра практически сразу завели дело об экстремизме. Картофельная котлета. Два зубчика чеснока. 15 граммов хлеба. Обед кандидата педагогических наук при зарплате 14 600 рублей. В ежедневных трансляциях Александр Мамкин рассказывает о скромных учительских тратах. По его мнению, такую низкую зарплату получает из-за конфликта с директором колледжа, в котором Мамкин преподает в том числе философию. Коллегам-педагогам запретили поддерживать возмутителя спокойствия. Однажды студент поставил лайк на моей статье. Его вызвали и сказали. Ты думаешь вообще, кому ты лайк ставишь? Ты понимаешь, чем это тебе грозит? Ты понимаешь, что тебя просто отчислить могут двойки. У тебя есть повышенная стипендия? У тебя ее может не быть. И он лайкнул обратно. То есть он сделал, так сказать, дизлайк. Это абсурд, но это есть. Преподаватели ко мне подходили и рассказывали, что после того, как я общаюсь с ними, к ним подходят заучи и говорят, вы не с теми людьми общаетесь, как бы вам не пострадать. В сети многие российские преподаватели поддержали Александра. Знаете, я учитель, и моя зарплата в провинции 12 тысяч. Мне платят 100 рублей за урок. Сейчас один десяток яиц стоит 100 рублей. Можно сравнивать хорошо проведен урок с покупкой десятка яиц или двух буханок хлеба. У меня похожая ситуация, только с тренерской работой. Получаю полставки 6500 за работу с детьми-инвалидами. Мой директор дал совет. Если человека что-то не устраивает, он пишет заявление на увольнение. Средняя зарплата тренера у нас 41, а реальные доходы выросли на 101%. Моя ЗП за год выросла на 109 рублей. Вопрос, как переехать в Россию, о которой говорят на телевидении? Но были и те, кто посчитал, что у мамкин недостаточно много работает. И если ему не хватает на жизнь, пусть ищет вторую работу. Ведь говорят же, есть масса прекрасных мест, где можно сделать это быстрее и лучше. Тот же самый бизнес. Вот почему-то никто не спрашивает у министра, где он подрабатывает в свободное время. Учителя работают на полторы-две ставки. То есть это две смены. По сути, одна ставка – это 8-часовой рабочий день. Две ставки – это 16-часовой рабочий день с учетом дополнительной нагрузки. Вот мы, отработав 16 часов в сутки, должны еще идти подрабатывать. Мне кажется, что это обслуживание. Уже на следующий день учительского эксперимента правоохранители очень внимательно изучили записи в соцсетях педагога. Нашли пост двухлетней давности и завели против мамкина дело об экстремизме. Управление по противодействию экстремизму в МВД. И у этого управления есть, соответственно, свои филиалы по всей стране. Везде сидят оперативники вот этого управления, которые должны показывать статистику, как они борются с экстремистами. Наказать педагога решили, по сути, за антифашистскую статью. Александр Мамкин пытался отстоять старое ветеранское кладбище в Суджанском районе, границы которого стали разрушать, расширяя песчаный карьер. Здесь срок привлечения к административной ответственности год по этой статье. Но у нас правоприменители трактуют это так, что если картинка остается в интернете, где-то глубоко-глубоко в ваших постах, где ее вы сами еще с трудом найдете, то до тех пор, пока она висит там, то срок привлечения течь не начинает. Получить даже административное наказание по статье за экстремизм для любого педагога крест на карьере. Первым разглядел абсурдность обвинения депутат местного отделения коммунистической партии Александр Панарин. Я считаю, что, на мой взгляд, подчеркну, все эти действия власти и ситуации с Александром взаимосвязаны. Иногда власть очень хочет, ну, можно так сказать, закрывать рты неугодным. И Александр просто, он озвучил позицию миллионов учителей по всей стране. Сказать, что это совпадение, потому что прошло сутки от момента его опубликования, его так называемой акции до заведения дела, я думаю, что это вряд ли совпадет. В материалах дела видно, что поступил некий донос, и в результате оперативной работы оперативник нашел фотографии с фашистской символикой, прикрепленные к антифашистской статье. А кто этот донос написал, неизвестно. На защиту преподавателя встала и администрация Курской области. История достаточно резонансная, и о нем известно было большинству жителей Курской области. Но средняя заработная плата, согласно статистике, для преподавателей среднеспециальных учебных заведений более 34 тысяч. И поэтому, естественно, когда педагог получил 14 тысяч, ну, это вызывает определенные вопросы. Поэтому и было принято решение о том, что в этой ситуации необходимо разобраться. Журналистов ОТР не впустили на территорию колледжа. Мятежный педагог и суд же. Такими фразами запестрел интернет, когда в ситуации на месте попыталась разобраться наша съемочная группа. Сначала нас не захотели даже впускать на территорию учебного заведения, хотя все было согласовано с руководством заранее. В итоге, после того, как приехала зампредседателя Комитета образования и науки Курской области, нашу съемочную группу пустили в колледж. Но не без труда. Александр Ильич, не интервью, поэтому как пришел, как преподаватель, пройти, пожалуйста, в приемную. Подождите. То есть мне выйти из кабинета, потому что не сделать ничего. Понял. Хорошо, спасибо. В приемную мы с вами обязательно поговорим. Если ты не соответствует действительности, я смогу это прокомментировать. Меня выгнали из кабинета, поэтому я должен выйти. Такая тональность у беседы была потому, что собеседники не знали о включенной видеокамере. А теперь волшебная сила телеискусства. В кадре от официальных лиц только хвалебные речи в адрес педагога. Мы в Александру Юрьевичу верим. Он довольно активный сотрудник. Поэтому, учитывая, как он активно взялся за эту работу, мы надеемся, что он не сбавит темп, он доведет какие-то свои идеи до конца. Но я считаю, что вообще никакого конфликта нет. Он просто-напросто надуман. Все, что происходит, оно происходит именно в рамках действующей нормативной базы. То есть ничего более. То есть все то, что делается преподавателем Мамкиным Александром Юрьевичем, оно оценивается. И, соответственно, все ему выплачивается. А вот каким, со слов Александра Мамкина, был разговор за закрытыми дверями. И вот сейчас Олеся Владимировна Харсеева пять раз повторила одну и ту же фразу наедине. Александр Ильич, вы определяетесь, вы с нами или с журналистами? И я не знаю, что мне ответить. С одной стороны, я, безусловно, с комитетом образования и науки. Я с педагогикой. С другой стороны, на мой взгляд, работа без освещения в средствах массовой информации приводит к коррупции, произволу и фактически террору. Все эти неприятности помогают преодолевать мама Александра. Она говорит, что сын родился с обостренным чувством справедливости. Я говорю, сынок, не волнуйся, все будет хорошо. Ну, не все же такие люди, которым выгодно талантливого педагога убрать. Не все хотят этого. Александр Мамкин стесняется условий, в которых живет, и, извинившись, не пустил нас в дом. Говорит, перед студентами стыдно. Так вот, нищета, она не бывает достойной. Поэтому, к сожалению, когда у тебя появляются какие-то деньги, ты должен оплатить необходимые нужды, ты должен купить учебники, ты должен оплатить обучение. Очень мало остается. Приезжать через два года, здесь будет цветущий дом, угощу, наповечаю с тортиком. Надеюсь, через два года, если меня не уволят и дадут возможность нормально, получать хотя бы эти деньги, которые выделяет государство, я буду жить достойно. Потому что я работаю, у меня огород, сад, и все необходимо есть. Разрулится, разрулится, не волнуйся, сыночек, даже если уволят, потом снова восстановят. А у меня пока пенсия есть. Обойдемся. Борьба Александра Мамкина, а он, кстати, в прошлом чемпион России по рукопашному бою, не прошла даром. В правительстве Курской области отметили активность педагога и даже предложили ему должность методиста в комитете образования. Если большинство поддержит часть или все предложения, которые будут внесены Александром Юрьевичем, то, естественно, они войдут в типовые рекомендации и будут в той или иной степени учитываться каждым учебным заведением. Получил даже больше, чем надеялся. То есть, во-первых, если брать сверху вниз, то Курская область пообещала, что поддержит законопроект о повышении оклада. На уровне области было принято решение пересмотреть систему стимулирования педагогов, по крайней мере, СПО, и сделать ее более справедливой, провести круглый стол с экономистами, политиками и педагогами. То, что я пытался добиться много очень времени. Дело в отношении Александра Мамкина прекратили. Общественная поддержка помогла сельскому педагогу вернуть зарплату и доказать невиновность. Радует, что в таких историях находятся люди, готовые подключиться к решению вопросов. И, как показывают истории наших героев, такие есть и среди чиновников, и среди адвокатов, и рядовых жителей. На этом все. Подписывайтесь на нас в социальных сетях. Все ссылки сейчас на телеэкране. Если есть что рассказать, пишите на электронный адрес редакции a.sreda.sobako.tr.dfisonline.ru Вся информация выпуска доступна на официальном сайте общественного телевидения России. Это была «Активная среда». Скоро увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok